Всем привет, мои хорошие! Начинаю новый влог. Правда, на видео не видно, но на улице идёт дождик. А мне пришла моя посылка Strand Yol, и мне настолько не терпится, что я готова даже в дождь с дождиком пойти за этой посылкой. Ой, мои хорошие, ужас, что на улице творится! Ураган! Но посылку я всё-таки получила, я ожидала, что будет несколько посылок. Но посылку я всё-таки получила, я ожидала, что несколько будет посылок, но нет, к сожалению. Будем ждать дальше. Кстати, несмотря на дождь, там было столько людей, которые пришли забирать свои посылки. У всех в основном было 5-6 штук, только у меня одна посылка. У меня просто очень много в дороге. Будем ждать. Как вы видите, я уже распаковала. Это гель для бровей в очень большом объёме. Здесь 50 мили. Подобный покупала Первана, жена моего брата. И мне он очень понравился. Но оказалось, что на Trendyol стоит намного дешевле. То есть она покупала за 17 монат. То же самое. Я купила за 3,70, а сейчас он стоит 2,80. Такая желейная текстура. Это не мыло, а именно гель для бровей. И фиксирует просто идеально. И в комплекте идут две такие щёточки. Я вам ссылку обязательно оставлю, но приобрести, к сожалению, могут только из Азербайджана. Отправляем это всё дело сюда. Уже даже не помещается мой косметоз в этом ящике. В последнее время очень много контента снимаю для своего азербайджанского инстаграма. Поэтому купила себе вот такой штатив для телефона. Он реально очень удобный. Заблатила за него 25 монат. Но не жалею прям ни капельку. Он фиксируется очень надёжно. Хотя кажется, что очень хрупкая конструкция, но на самом деле нет. Возвращаюсь к вам уже на следующий день. Сегодня тоже дождик моросит. Что-то прям холодно. Мне сегодня, кстати, к зубному. Время у нас 20 минут 11. А здесь произошёл очередной казус, на который я не обратила внимания. Оказывается, микрофон не был включён. И я снимала типа Get Ready With Me и рассказывала вам, что же произошло сегодня утром. И в такие моменты я думаю, как же хорошо, что я работаю не на кого-то, а на себя. Естественно, если бы я работала на кого-то, я была бы более ответственней и каждый раз перепроверяла бы микрофон. Но всё равно нельзя исключать человеческие факты. Я просто на минутку представила, что я снимаю какой-то важный кадр, а потом должна его смонтировать. Этот кадр мы, по идее, например, сняли. А я прихожу домой и понимаю, что звука на этом кадре нет. Тут даже, знаете, не всегда проблема может быть в человеке, который снимает. Может, например, на флешку не записаться или какую-то ошибку выдавать. Короче, хорошо, что я снимаю и монтирую чисто для себя. Ну и для вас. Мне уже пора выходить из дома. Мне прям не терпится. Когда же у меня будет идеальная улыбка? Я буду улыбаться все 32 зуба. Правда, вам вот так вот с доли не видно все проблемы, которые у меня есть. Поэтому, чтобы вы полюбовались всеми проблемами сблизи, я вам показываю свои зубки с максимально близкого ракурса. В принципе, так тоже ходить можно, но я всю жизнь мечтала об идеальной улыбке. И я иду к своей мечте. Дубак просто на улице. Реально очень холодно. Давайте посмотрим, сколько градусов. 11. 11 градусов. Надо печку включить. Максимальный. Вот порой я реально благодарна Богу за то, что Он мне дает возможность каждый год исполнять по одной своей мечте. И надо, кстати, в своей жизни обязательно благодарить Бога. Я, честно, не особо религиозный человек. Если я скажу свое видение этого всего, вы, наверное, забросите меня камнями. Но не забывайте всегда радоваться тому, что у вас есть. И у вас будет еще больше. Не настраивайте себя пессимистично. Потому что от настроя очень много всего зависит. О, теплый воздух пошел. Ха-ха. Видите, я настроилась на позитив. И научилась включать печку на своей машине. Честно, я просто в шоке от этого подъема. Как здесь может машина выйти? Ужас паркинг. Я уже на месте. Сегодня утром мама, когда услышала, какую процедуру мне будут делать, она изрядно испугалась. А у меня вообще изначально не было абсолютно никакого страха. Кто еще не в курсе, я буду ставить Венера. Для этого я выбрала профильного врача доктор Экбер Ширинов. Он специализируется как раз таки на Венера. Вообще скажу так, когда вы доверяете врачу и уверены в его работе, страха абсолютно не бывает. Тем более я уже видела в жизни его работы. И это действительно очень-очень красиво, девочки. У него у самого передние 4 зуба стоят венеры. Но вы никогда в жизни это не поймете. Но так как я хочу белоснежные зубки, поэтому я буду делать 10 зубов сверху и 10 зубов снизу. Но пока что мы начнем сверху. Сегодня мы делали процедуру коррекцию десеновой улыбки. Она также в стоматологии называется Gummi Smile. А в простонародье, если просто объяснить, это коррекция десен, чтобы зубы были видны в одинаковом количестве, чтобы потом поставить венеры. В общем. Ссылку на моего врача я вам обязательно оставлю. Они работали в команде и сегодня мне эту процедуру делал хирург. Я просто влюбилась в работу хирурга на самом деле. Здесь в ютубе, к сожалению, я вам не могу показать результат после, потому что мой канал просто за это заблокируют. Но на странице доктора есть абсолютно все. Так что обязательно переходите и подписывайтесь. Мам, все нормально, я сделала. Просто решила тебе сказать. Хорошо, Ча. Едешь уже? Да, сейчас поеду домой. Короче, процедуру мы закончили. Сказать, что я в восторге, честно, ничего не сказать. Я абсолютно ничего не почувствовала. Даже когда мне делали укол анестезии. Делали настолько ювелирно. Прям вся команда так слаженно работала. Сейчас у меня рот немного онемел. Я не знаю, стоит ли вам показывать. Но сейчас уже другое дело. Просто нужно, чтобы весна зажила. Для этого нужно где-то 4-5 дней себя беречь. Не пить холодное. При возможности носить маску, беречь себя. Как я и представляла себе, действительно сделали прям максимально круто. Ссылочку на врача я обязательно оставлю внизу под видео. Так, мои хорошие, я уже дома. Потихоньку анестезия проходит. Я думала, сейчас мне будет больно. Я все жду, когда мне будет больно. Реально никаких болевых ощущений нет. Вообще, как вы себя настроите, так оно и будет. Если вы будете прям представлять, что вам там режут, жгут что-то. Становится действительно больно. А так, все замечательно. Я себя прекрасно чувствую. Единственное, нельзя кушать сильно горячее. Нельзя давать себя на холод. Желательно ходить в маске. Также я купила в аптеке все, что необходимо. Не знаю, стоит ли показывать вам зубы в таком состоянии. Ну вот, видите, теперь у меня зубы все видны одинаково. Но, возможно, еще понадобится коррекция, но не факт. Вообще, кто бы что ни говорил, я лично считаю, что зубы это одно из самых главных. Я помню, когда я поступила в универ, папа мне хотел купить очень дорогой телефон. Айфон в то время. Какой айфон был, не помню. Пятый. В общем, не помню. Какой-то айфон был очень популярный. И все его покупали, как и сейчас, впрочем. И, в общем, папа мне хотел купить этот телефон. И прежде чем купить, он решил у меня спросить, а чего действительно хочу я. Я сказала, что нет, пап, я не хочу айфон. Я хочу брекеты. И для папы это было немножко удивительно. Ты отказываешься от телефона в пользу брекетов. Хотя у тебя не такая уж критичная ситуация. У меня были зубки все ровные. Просто здесь был клык, который мы потом удачно посадили в этот ряд. Но зато все остальные зубы в кашу. Потом я их выпрямляю три года. Ну, в общем, не суть. Это была мечта всей моей жизни. Идеально ровные, красивые. А еще будут белые зубки. Я считаю, что в это стоит вкладываться. Улыбка. Это наше все. Уверена, что в комментариях мне будут писать, да зачем ты это делаешь. Нафига это надо. И так все хорошо. Но нет, я с вами не согласна абсолютно. Я хочу идеальные зубки. И дай бог, они у меня будут. Так как в таком состоянии снимать для вас мукбанг мне будет все-таки сложновато. Поэтому я, пожалуй, переделаю ноготочки. Тем более, мои ногти уже изрядно отросли. Я уже хожу три недели с этим френчем. Он мне, кстати, очень нравился. Но он немного пожелтел. Точнее, топ немного пожелтел. Я не знаю, вам видно или нет. И пора переделать и сделать что-то другое. Бублик мамин, можешь тебе тоже сделать маникюрчик. Все мои принадлежности лежат вот здесь. Так, я сняла покрытие. Длину, пожалуй, тоже будем убирать. Не хочу такие длинные ногти. В этот раз хочу совсем коротенькие сделать, чтобы было удобно. И давно уже я не ходила супер короткими ногтями. Вот такая длина, я думаю, более чем достаточно. Короче, делать я не люблю. А вот это самое то. Сейчас нужно определиться с цветом. И, пожалуй, это самое сложное. Так, девочки, мы с вами резко перемещаемся в мою машину. Мне позвонили подружки, сказали, что они хотят увидеться. А я была как раз на середине того, что я делала ногти. И хорошо, что я не делаю сначала правую руку, затем левую делаю сразу. И вот в таком состоянии я решила выйти из дома. Это просто чисто база. Здесь я ее даже, кстати, попилила. А здесь уже нет. И вторую руку тоже вам покажу. Она тоже как бы на половине. Но ничего страшного, думаю я. К сожалению, я снимаю, когда мы уже все доели. Несмотря на то, что я после стоматолога. Удержаться невозможно. Здесь очень вкусные люля. Смотрите, уже тарелки у нас здесь пустые. Налетели мы. Здесь такая спокойная атмосфера. Даже вставать не хочется. Почти все доели, но все равно. Такая интересная подача турецкого блюда кунефэм. С творогом будет и с мороженым. Мне мороженое, естественно, нельзя. Что я несу? Это сливки. А, сливки. Извиняюсь, ребята. Это чизпейк. Хорошо, что меня вовремя тормознули. Я уже дома, мои хорошие. Мне нужно доделать, естественно, мои ноготочки. Также у меня есть покупки. Те покупки, которые я делаю из тренд Йола из Турции. Мне обязательно нужно их декларировать. И у меня здесь около 10 деклараций, которые нужно заполнить в обязательном порядке. И пока ты их не заполнишь, тебе эти товары не отправят. То есть правила такие. Хотя, когда я заказываю, например, с Шейн или с Ферфетч, этой процедуры просто нету необходимости. Но в данном случае схема работает вот так. И ты максимум можешь заказать на 300 долларов. Если заказ больше, ты платишь налоговую пошлину. У каждого человека получается на месяц 300 долларов. Я заполнила этот свой лимит. На самом деле там цены настолько выгодные, что если вы больетесь в этом, вы поймете, что 300 долларов это слишком мало. Потому что заказать хочется все. Все намного дешевле. Даже бренды, которые представлены у нас, есть там. И получается очень выгодно. А еще там бывают скидки. И в общем, сейчас мне надо заполнить все декларации. Затем мы с вами будем делать ноготочки. Кстати, сегодня целый день у меня на бровях этот гель. Он мне настолько нравится. Просто железобетонно держит ваши бровки в той стране, которая вам нравится. Эффект ламинирования вам готов. Вот такая вот щеточка очень удобная. В общем, ссылку на этот продукт я вам обязательно оставлю. Переходите, заказывайте, если вы тоже живете в Азербайджане. И, пожалуй, наверное, самое сложное. Нужно определиться с цветом. Я сомневаюсь между классическим красным и вот этими блестками. Они невероятно крутые. Это во-первых. Во-вторых, я ни разу не делала маникюр с этим цветом. Хотя я его купила, наверное, где-то полгода назад. Есть оттенки. И вот эти вот блестки, по-моему, тоже. С ними тоже ничего не делала. Хотя купила давно. Поэтому хочется что-то такое сделать. Ну, а лучше поставлю опросник в Инстаграм. Какой цвет вы выберете, тот, пожалуй, и сделаю. Многие проголосовали за вот этот цвет. Но я хочу его комбинировать, возможно, с вот этими блестками. Потому что я так давно купила эти блестки. По-моему, ни разу не делала гейлак. И мне просто жалко. И я думаю, почему бы хотя бы несколько пальчиков не сделать блестки. А все остальные вот этого оттенка. Очень красивый. Такой, знаете, персик и розовый в одном. Это, кстати, правая рука. Которую очень сложно делать. Посмотрите, как аккуратно получилось. У меня машина осталась на казахского зала. А это у нас левая рука. Она, по идее, должна быть идеальная. В отличие от правой. Но что-то в последнее время у меня обе руки плюс-минус получаются одинаковыми. Коротенькие совсем ноготочки. Но я как раз-таки такую длину хотела. Продолжение следует... Продолжение следует...